Феникс и что это за такая загадочная птица, мы об этом тоже, наверное, поговорим. Но и про Балтийскую Зарю уже сказали, молодежка победила. Ева Сбытова, забросившая накануне 8 мячей лучу в молодежном первенстве, сегодня будет играть против Кубани. Да, она, кстати, я могу вообще ответить из всех углов молодежки. На самом деле, прекрасные у нас краёчки. И из-за этого, в принципе, так же, как и Сабину Казиханову, так же, как и Еву Сбытову, можно было и сейчас увидеть на этой игре вместе, да. Но так как, в принципе, зачем три угла, да, так вот мы сейчас дефицит, чувствую, за Кристиной Кошакарикой нету никого, Полина Кузнецова восстанавливается ещё, да. Поэтому сейчас выбор бал на Еву Сбытову, которая так же прекрасно сыграла, вот, да, в последнюю игру, и так же она хорошо играла, так же с Балтийской «Зарёй» и ЦСКА, хороший, хороший угол, хороший, под хорошим номером играет, и я буду за ней следить, болеть с особым вниманием. Про Сабину Казиханову добавлю два слова буквально. Она была признана лучшим игроком матча по версии болельщиков, забросила так же, как Сбытову накануне Лучуну в молодёжном первенстве. Соответственно, в Балтийской «Зарёй» в Сагбетербурге тоже 8 из 8 для края, для игрока зависимого от количества передачи. Это, конечно, очень крутая результативность, как по мне. Да, девчонки не боятся, атакуются, прямо скажем, с острых углов, и неплохо получается, их результативность 8 из 8, да, 100%, это шикарно для угла, вот. И, ну, Ева тоже показала вчера стопроцентные результаты, и теперь оказалась здесь. Обратили внимание на площадку, я заинтригован мимикой Анны Сени, она что-то держала в стакане в руке, нюхала, и так прям эмоционально реагировала, что же там может быть, интересно. Ну, что же это может быть? Это то, что приводит в чувство. Наша первая спирт, налитый в грушку из-под термоса. Поехали, начался первый домашний матч. Давайте о составах команд. Анна Сень как раз в центре сейчас с мячом была и развела, и состав гостей на сегодня сразу отмечу, что всего 14 человек в заявке у Ростов-Дона на эту встречу. Итак, номер шестой Юлия Моногарова, номер седьмой Ева Сбытова, уже не раз нами упомянутая, номер восьмой Анна Сень, номер десятый Валерия Кутова, номер пятнадцатый Екатерина Левша, номер семнадцатый Владлина Бобровникова, номер девятнадцать Ксения Макеева, номер двадцать четыре Алина Решетникова, номер двадцать семь Анастасия Казменко, номер двадцать восемь Виктория Калинина, номер пятьдесят один Милана Таженова, номер шестьдесят три Кристина Кожакарь, номер семьдесят шесть Екатерина Зеленкова, Номер 81 Дарья Стаценко, главный тренер Эдуард Кокшаров. И для Эдуарда Кокшарова это тоже первая домашняя игра здесь, во дворце спорта. Помогает ему Александр Бурмистров сегодня на скамейке. Там же Александр Матич и Рамис Лейман, новый врач гонгольного клуба «Растов Дон», с которым теперь работает команда. Хозяйки площадки в атаке. Подняты руки арбитров. Это значит, что четыре передачи можно сделать после того, как, собственно, сами руки были подняты, изменились правила. И первый мяч, заброшенный в сегодняшней встрече. И Екатерина Зеленкова в своей манере забрасывает первый мяч «Растов Дона» на домашней площадке в этом сезоне. Да, Катя сейчас, думаю, в этом году должна проявить в этом сезоне себя намного лучше, чем в прошлом, потому что сейчас у нее будет... Но все располагает. Она одна на этой позиции. Она должна стрелять, она должна показывать себя, она должна быть активной в командных взаимодействиях. И, ну что уж там, блистать на российских гонгольных площадках? В принципе, она уже неплохо себя показала, да? Она также на суперкубке и на «Спартакеаде», которую мы сыграли в начале сентября. Или конец августа? Конец августа закончилась «Спартакеада». И затем была подготовка к матчу за суперкубок. И первый тур вслед за суперкубком для «Растов Дона». Гости приехали в «Растов-на-Дону» в следующем составе. Номер седьмой – Диана Голуб. Номер восьмой – Яна Савинова. Номер десятый – Ксения Трущина. Номер тринадцатый – Елена Николаева. Номер четырнадцатый – Валерия Сапкало. Номер двадцатый – Виктория Жилинская. Номер двадцать первый – Алина Морозова. Сегодня у нее день рождения. Номер двадцать четвертый – Анна Ефимкина. Номер сорок третий – Юлиана Скнарь. Номер сорок четыре – Анастасия Шавман. Номер пятьдесят пять – Алиса Дворцевая. Номер семьдесят один – Екатерина Левчина. Номер восемьдесят – Анжелика Лебедева. Номер восемьдесят семь – Мария Гафонова. Номер восемьдесят восемь – Ирина Михайлюта. И номер девяносто семь – Виолетта Колец. Ну а тем временем еще один гол – Ростов-Дона. Второй в этой встрече – Анна Сень на этот раз. И быстрый ответ – Кубани. Ивменница сегодняшняя Морозова была с мячом. И сейчас, возможно, его получит. Да, так и есть. Передачу в центр делает на Жилинскайте Морозова. И в компании с ними Виолетта Колец. Она в центре располагается в розыгрыше. Главный тренер Кубани Денис Сайфулин. Помогает ему Никита Колуб. Такой тренерский штаб Кубани. И ох, какой мощный бросок забивает Виктория Жилинскайте, если я не ошибаюсь, бросала. Хорошо попала Виктор. И тут же ответ Ростов-Дона. 3-1. Это, как подсчитали всезнающие и хорошо разбирающиеся в цифрах коллеги с пресс-службы гайдбольного клуба «Кубань». 159-я Южная Дерми. 159-й раз встречаются между собой команды. Не будем даже пытаться посчитать количество побед, поражений и возможных ничьих в истории взаимоотношений. Хотя наверняка и эти цифры учтены. Ну вот, пожалуй, так и будет. Не знаю, насколько все 60 минут, но по первым минутам точно. Жилинскайте на себя берет игру, в нее цепляются. И то, как она может атаковать, все и так прекрасно знают. Но Виктория в очередной раз это нам показывает. 7 метров. Арбитр встречи как раз к слову будет сказать. Обслуживают сегодня эту игру Максим Герасимов и Дмитрий Слащев из города Астрахань. Хорошо сыграли сейчас галецы. Виктория Жилинскайте против Виктории Калининой. Одна олимпийская чемпионка против другой. На этом параллели оставим. Виктория Жилинскайте забрасывает мяч 7 метров. Свой второй в этой встрече. 3-2. В Ростов-Дона сегодня в воротах с первых минут, как вы уже обратили внимание, Виктория Калинина. И есть еще в распоряжении Эдуарда Кокшарова Анастасия Казьменко. Калины Габисовой в заявке нет. У нее небольшое повреждение. Насколько мне известно, ничего сверхсерьезного. Галина на трибуне наблюдает за игрой в качестве болельщицы. Но не только Галина отсутствует сегодня. В принципе, тут список отсутствующих всем понятен и известен. Лагина и Фролова продолжают восстанавливаться после операции перенесенных в межсезонье. Смирнова после операции на глаз. И, насколько я знаю, она уже тренируется. Но пока ей противопоказан контакт, поэтому она тренируется индивидуально. И Полина Кузнецова тоже приступила к тренировкам. Уже без специального устройства на ноге, которое обеспечивало ее защиту от возможных повреждений. Уже тоже Полина тренируется. А на 7, 7 метров. Исполняют точно. Хорошо себя проявила Кубань на Спартакеаде. Сыграла неплохо, что для себя. И быстрый гонгол показывала эта команда. Но вообще, мне кажется, на Спартакеаде многие команды играли именно в быстрый гонгол. Ну вот, мы сейчас и наблюдаем быстрый гонгол, не успеваем даже договорить предложение. Команды забрасывают два мяча за это время. Но турнир, на самом деле, очень тяжелый. Я имею в виду Спартакеаду, да? Ну, такое количество матчей за такое количество дней, мне кажется, это вообще не очень гуманно, если честно. Да, они уже в конце морально-болевых, действительно, девчонки выходили, играли. А тем временем Анастасия Шавман. Всеми... Нам известная, да? Да, но для Шавмана это тоже особая встреча. Всегда, я думаю, на матче против Ростов-Дона, потому что она наверняка хочет себя показать. Ну, может быть, вот Елена Сленинская, в том числе, перед чемпионкой мира и известным относительно недавним еще прошлым игроком гонгольного клуба Ростов-Дон. Шавман воспитанница клубной системы, и, конечно, против Ростов-Дона играть для нее это особое значение имеет. Но хочу сказать, что у нас выросла хорошего игрока, сейчас уже призывается в ход знамена национальной команды. Да, так и есть, да. Единственный игрок Кубани, который получил вызов тренерского штаба Эльбилы Бадеевой на сбор, который стартует, ну вот, уже с начала следующей недели, с 26 сентября. Команда будет готовиться к товарищеским матчам, которые пройдут в Беларуси. У Ростов-Дона четыре человека вызваны. Это как раз Кристина Кожакарь, которая только что забросила. Это Милана Таженова. Это... Зеленкова. Да, Екатерина Зеленкова. И кто же еще? Юлия Моногарова? Юлия Моногарова? Ну, само собой, да. И как по штанге ударила Виктория Калинина, да, отреагировав на этот эпизод, хотела достать. Да, пока не управляются блоком, да, прошивают. Вроде девчонки стоят вместе, рядом, но находят глазейку между руками, и мяч залетает. Виктории сложно заориентироваться в этот момент, там не видно, да. Ну, интересное начало. 8 минут игрового времени позади. Счет 6-5 пока, что и вот, пожалуйста, 6-6. Кубань сравнивает. Яна Савинова забросила мяч. Мы говорили о быстром гандболе, о том, в принципе, каковы скорости. И во многом же этому способствуют и новые правила розыгрыша мяча центрального круга, о том, что можно делать это не с линии. Да, все верно. Вот этот круг, который мы видим в центре поля, Адлантин, да, у нас обозначен. И именно в нем вот может игрок после свитка делать любое количество шагов. То есть самое главное, чтобы это... Но в пределах круга. В пределах круга, да. Еще бы это не было больше трех секунд. И не было прыжка. И не было прыжка. И оппонент другой команды, да, игрок не может находиться в этом время. Он тоже в пределах, да. Мешать в пределах круга. Сразу идет прогрессивное удаление. Наказание это 2 минуты. И если, например, вороты пустые, то сразу же 7 метров. Поэтому, да, гандбол ускоряется. И так мы видим быстрый, да, быстрый вид спорта. Девчонок, молодежке приходится переучивать, объяснять, что девочке можем не выставляться по линии, не нужно ставить ногу на нее, можно стоять в краю круга и уже оттуда начинать играть. Да, конечно, мы сейчас привыкаем, свыкаемся к новым правилам. Чтобы как-то ускорить, чтобы игрок не останавливался. Потому что, мы сами понимаем, когда инерция есть, это лучше. То есть он не делает стоп, да, а потом опять... Разгоняться, да. То есть это надо набирать, да. Поэтому есть такое дело, да, играем мы с быстрым спортом теперь по-другому. Яна Савинова кладет еще один мяч подряд для своей команды. До этого она сравняла счет и зажгла цифры 6-6 на табло, теперь 7-7. Но, собственно, это то, что обычно старается делать Ростов-Дон. Отстоять в обороне и убежать. Сейчас ровно так играет Кубань. Отыгрывает надежно в обороне, находит возможность для быстрой контратаки и убегает вперед Яна Савинова два раза подряд. Ксения Макеева, какая красавица. Первый мяч ее сегодня. И, мне кажется, вообще первый раз, когда до линии в атаке довели, если не ошибаюсь. Нет, нет, был момент, да. Был момент, да, когда до того, конечно, не помню, либо 9 было, либо 7 метров. Но Ксюша молодец, быстро она восстанавливается, приходит в себя после декретного отпуска. Ну, я бы даже сказал, ну, не знаю, мне кажется, корректнее, на мой вкус, набирает форму. Потому что восстанавливается, если бы она действительно... Как-то пострадала от каких-то действий соперница. Так она пребывала в счастливом состоянии, пребывает в нем до сих пор. И при этом умудряется в гандбол играть и так классно форму набирать. Ну, и, конечно, для Ростов-Дона это очень своевременно. Теперь, по крайней мере, ну, вот сейчас мы смотрим. И кажется, что за Центр обороны можно быть примерно спокойным. Там Анна Силь, там Ксения Макеева. И при этом хотелось бы на Валерию Гутову тоже посмотреть побольше, потому что много клубная прислужба о Валерии рассказывала, много показывала ее. Ну, и сейчас мы видели, как Силь бросала. Это видео для клубной прислужбы она записала, рассказала там о том, как себя чувствует и, собственно, как проводит время. Если кто не видел, ищите, смотрите в соцсетях гандбольного клуба Ростов-Дон. Ярослав Правдон, и не только гандбольного клуба Ростов-Дон, и на ресурсах Федерации Гандбола России тоже это видео было. Ярослав рассказывает, как проводит время, пока не может в команде на площадке помогать. Ростов, вот сейчас на Кожакаре, там в линию вошла Моногарова, но, собственно, уже не важно. Вошла из-за того, что очень интересно играет защита Кубани. Вынимается прямо на 9 метров. Очень много свободного места на счастье, и действительно нужно пользоваться этим. Ну, влетела вся шапка, плечо, Екатерина Зеленкова, лицом прям, да, кажется, что носом. Носом воткнулась, а нет, головой столкнулись, головами. Гандболистки, друзья, шапка, Екатерина Зеленкова. Неприятная цепка. Зеленкова так еще по плечу похлопала, достаточно резко, как мне кажется. Галя Агаписовна с вниманием наблюдает за этой ситуацией. Насте досталось, Настю жаль, и хочется, чтобы поскорее неприятные ощущения прошли, а она смогла продолжить игру. Вместо нее выходит Морозова. Да, и Халя Агаписова появляется Морозова, вместо ухода Си Шапа. Там Чуманагарова отлетела от Савиновой. Бросок справляется с ним Калинин. Сейчас здорово все сделали, на старчанке, в защите, да, то есть Калинин оставался только до вершины, до кондинации, тем, чтобы начался владеть, по сути, да? Да, скажем, такой легкий, легкая добыча, да, для Виктории Калинина отправила нашу команду отрывать. Да, Настя Сенко появляется на площадке, обратили на это особое внимание, да, да, что большой расчет у Ростов-Кона. Да, тоже у игрока первая домашняя игра, да, для нее, мне кажется, это тоже волнительный факт. Надеемся, что она с этим волнением справится и сыграет. Конечно, конечно, хочет дальше ее показать, она была представлена ростовым боевщикам во время презентации новичков. Перед данным сезоном, ведь, как сомневая это было, она, Валерия Кутова и главный тренер, собственно, новый Эдуард Кокшаров. Ну, а в «Джелес» есть, конечно, только сегодня первая возможность себя прыгать. Хорошо, Аня начала игру, уже забросила три гола за, еще, ну, не, пулл тайма не прошло, да, и... Да, почти половина первого тайма позади, 9-7, счет очень, да, такой хороший, плотный, интересный расклад событий мы наблюдаем. Диана, да, со своего уже, так скажем, привычного правого угла с правой рукой. Понятно, что, возможно, площадь для совершения бросков в таком случае меньше, но Диана так здорово это делает. Да, очень неудобно она для батареи, на самом деле, ее бросок, долго привыкают и много забивает она в своей позиции. Даже может иногда поспорить именно с номинальными левшами по этой позиции по реализации. Равлена Бабровникова тоже отмечим ее на площадке, сеть прорывается против нее Кафонова. Ну, плотненько, да, сейчас все было в защите Краснодара. Это не нашла на лазейке. Ой, вот она залетает, здорово. Хороший такой плес сейчас показала Стаценко. Первый мяч, да, Стаценко и в сегодняшней встрече, и вообще в Ростов-Канбарку спорта за Ростов-Дон. Естественно, она играла, я так понимаю, да, и... Всегда отличается Динамо, что именно с молодыми игроками работают и очень рано набираются опыта, да, из-за чего такого игрового. Анастасия Лагина была на наших экранах совсем недавно. Будем надеяться, что скоро эта площадка не появится, но пока не наблюдается трибуна, как мы уже говорили, восстанавливается после перенесенной в межсезонье операции. Да, на колене я сейчас пару слов буквально перепросила с девчонками, и с Ясей, и с Настей. Все идет по плану, чувствует себя хорошо, не форсирует, ну, в общем, все как надо, да, работа определенная ведется, и думаю, что все сроки, которые для них озвучивались, в эти сроки мы их увидим. Тем временем 11.8, и если Ростов Дом продолжит наращивать преимущества, то, возможно, шанс и у Анастасии Казменко появится проявить себя. Да, так, конечно, по нервной игре, по близкой дистанции, вероятно, что Виктория Калинина может и всю игру провести сегодня. Да, но мне, конечно, очень хочется увидеть Настю в деле, потому что мне очень нравится Настяна игра, как она заводит себя, как заводит команду. Ну, и вот Настя другая завелась, пришла в себя после столкновения с Викторией Зеленковой, забросила. И да, Рестаценко, как выцарапывает мяч, да, сохраняет для команды, доводит до края. Слово вот сейчас Аня Сень показала, сейчас на повторе будет, наверное, Аня сначала показала пас в Лене Макеши, потом перевела Владе. И Влада на Крестину уже, которая, опять же, да, Кристина в отсутствии Полины Кузнецовой, в отсутствии Александра Смирновой. Вроде бы как одна, но не одна. Да. Есть девчонки, которых мы шьем на площадке, которые смогут себя показать. Здесь девчонки из молодежного состава. И для них, конечно, это золотое время, когда, ну, так складывается обстоятельство, что есть возможность играть за основную команду. И этой возможностью, конечно, тут запользоваться. Соглашусь с тобой, Александр. Мне кажется, сейчас, как никогда, есть возможность, очень большая, для всех девчонок. Дупле, высшей лиги, появиться именно здесь, на лавке, а потом на площадке. Если даже так складывается, что на матче в Суперлиге команды, чуть ли не плавают составом, молодежь и отправляются. Я думаю, что это же может быть вполне не единичный опыт в нынешнем розыске в Суперлиге. Вы вообще когда узнали о том, что предстоит молодежке ехать, это было оговорено заранее или стал сюрпризом от руководства клуба для вас? Ну, могу сказать, что я узнала об этом два-три дня до отъезда. Но за три дня до, это не сильно заранее. Не сильно заранее, да. Илья Рубкина у нас на экране. Недавним совсем бывающим игроком в Дзестан. Илья Николаева ворота по Кубани появляется, знакомая она по Кубани Уткина. А, прошу прощения, да. Да, Николаева, потому что ее супруг из гандбольного клуба «Доски и Казаки». Да, да. Недавно, да. Также Владаева существует сегодня на трибуне. Ну, в данный момент он не наблюдает за игрой, он рядом с нами находится за ничем-то другим, но я уверен, чтобы внимательно следить за игрой своей супруги. Ну, как интересно, да, что и пара семейная такая, и оба в гандболе, и оба в вратарях. Шарман идет в обыгрыши, остается с мячом. Морозова там уже подрывалась, да и ждала передачу, но все видимости... Ну, Влада здорово сыграла, прихватила как раз вовремя. Аня тоже хорошо встречает сейчас Шарман. Вовремя они это делают, хорошо сейчас защитивают. И тайм-аут, первый тайм-аут в сегодняшней встрече. Обратим внимание на тайм-аут и в тайме втором, я знаю, что там что-то будет, и что-то готовится. Интересное, необычное событие, а пока послушаем тайм-аут из Сайфулина. Посмотри, то же самое. Увеличение, правда? Вы делаете скрестный, отград отград, так же играете, в год, в год, в год, в граждан, в край и дальше опять лишение. Поляне, за счетом. У меня нет ли меры, мы играем выше. Мы же все, что выше сыграли, сыграли в них, за право. Ну вот интересно, Денис Айфулин взял тайм-аут и команда раньше возошлась. А Эдуард Кокшаров пока игру не останавливал, а в итоге команда общается дольше. Ой, какие красавцы. Да, это Ариуша, Ария, Платлен Бобровник, мы вместе с мужем сейчас. Велика Ария, со всеми. Да, да. Вообще замечательная девочка такая, ну не знаю, просто умиление, когда смотришь на Арию. Кудряшки берем. Вышла Милана Таженова сейчас на площадке. Мы знаем то, что пропустила она Суперкубок. Было тяжело команде без Миланы, потому что... Ну она приболела, она причем приболела незадолго до Суперкубка. И мы... Ой, сейчас какой гол трамп от Сапраса. Присутствовали в тренировке Ростов-Дона незадолго до выезда в Москву. И сразу я обратил внимание, что нет Миланы. Известно было о том, что отсутствует по разным причинам Смирнова, Кузнецова, Лагина, Фролова. А где Таженова, Таженова приболела. И это, конечно, ее отсутствие, я думаю, ощущалось существенно в матче СССР. В матче на Суперкубоке. 13-11. Снова на дистанцию в два мяча. Тувань подбирается к Ростов-Дону. И Регита Калиниченко тоже здесь. Ну и снова плюс три после броска Анна-Сень. Анна-Сень сегодня в ударе. В ударе, прямо скажем. Из четыреста мячей четыре забросила именно Анна. И возвращается в зефер обороны вместе с Синей и Макеевой. Вдоры не обороняются с Танценко и Таженова. Намертво берет Вика этот мяч. Так, мы что-то пропустили. Я увидела, что Юлия Моногарова сидит в кругу Атлантиспак в центре поля. Ну и Настя Шавман удаляет. Видимо, что-то сделала. Первое удаление в игре с Синей Шавман. И впервые в Ростов-Дону будет в большинстве играть. Давайте посмотрим как раз большинство. Как вы в большинстве Ростов-Дону будет вороняться. Это было бы интересно. Но вот сейчас мы увидим визот. Ну, двоих Смиславов. Уходится из Танценко. В этом своем прыжке мощно. Надо вам рассказать, что она как разлетела. И налетела на двоих. Ну, очень храбро, да. Девчонки подставлялись. Будет ли две минуты? Нет. Здесь Танценко и Дарья. Ох, как классно обыграла. И Елена Николаева. Мы поняли, друзья, девчонки. Это тоже отметим. Лежит Кристина Кожакай. Да, здесь действительно встречали Кристину. Я тоже подумала, что будет двухминутное удаление. Вот здесь мы как раз видим этот момент. Да, так, так. Алина Морозова, да, выскочила на Кристину. Но Аген Морозова здесь есть. В данном случае на Екатерина Левку бывает. Приходится за голову схватиться даже. Да, так отмечим этот момент на пинтах. Напомню, что Максим Герасимов и Дмитрий Слащев. В Астрахани отслуживают эту встречу. Разбирают эпизод. И Кожакария куда отправляется? Меняться просто. Меняться, да. И как раз вот меняет ее Ева Сбытова. Ее третий сегодня, в этом матче, в его псевдори. Ее на домашней площадке. Ева Сбытова, Акристина. И Кожакарий Александр Матич оказывает помощь. Может быть, телом, может быть, словом. Только только помолитет Александр. Не знаю, показывает сейчас. И вверх. Но заморозка, да? Да, очень хочется верить, что у Кристины не сильное повреждение. И достаточно будет только заморозки, чтобы Кристину привести к суставу. Какие в игровоту у нас. Я вас выпила представление, что у Кристины. А тем временем Виктория Калинина запутывается в настили. За Терафлексом, который прикрывает паркет. Да. Едва не я. Собрала Вика, да. И в гармошку, в гармошку. Который там с ним на углу. Вот как раз с этого камера мы и будем сейчас. Игран в класс. И вот она Вика. И контакт под мордином с оператором, который остался в закат. Игран в Кристины. Игран в Кристины. Игран в Кристины. Да, сейчас, правда, отличилась она не лучшим образом, да, попала она под заслон, Мария Гафонова забивает свой первый гол, но уже получала она мяч, просто на ней фалили, да, и мы видели 7 метров. Да и вот сейчас, да, спиной его завискать, пытается Гутово там размещаться, а вот и на левый край, и да, Ева Гутова недаром заброшила 8 на лучшую накануне, сегодня забрасывает и Кубани уже в Суперлиге. Очень здорово, да, что Еве возник шанс у нее, да, проатаковать. Нет, здорово, конечно, хорошо довели до края и не забывают доводить до края игроки, даже знают, что там не Кристина Кожакари, молодой игрок, но тем не менее уверенно доводит и не сомневается в том, что она сможет комбинацию завершить, что, собственно, Ева и сделала. Тем временем почти 26 минут игрового времени, простите за тавтологию, позади, тайм-аут Ростов-Дона, Эдуард Хакшаров давно эту табличку и планы вынашивал, и вот теперь берет тайм-аут. 15-20, 15-12, 3 мяча, 3 мышц по Ростов-Дона. Интересно будет, конечно, понаблюдать за тем, как сложатся отношения Эдуарда Хакшарова и гандбольного клуба Ростов-Дона. Он в непростой момент в команду приходит, в команду, которая действующий чемпион и за свой титул будет биться в сезоне в новом. И для Эдуарда это первый опыт работы непосредственно с женской командой. Ну, у него был опыт... Он был в артере, я понимаю. Да, в артере, да. Но там он как бы номинально был... В артере директором и главным тренером была Полнорадская. Да, да. Здесь он уже в роли наставника непосредственно. С мужской национальной сборной России работал Эдуард Хакшаров и вот теперь с гандбольным клубом Ростов-Дон. Валерия Глутова на Юлию Моногарову. Моногарову не так много мы видим в центре внимания в этой встрече. Но вот она, Юлия, отыгрывает назад на Стаценко. Кубань здорово обороняется, прежде всего, Бретон, да? 15 мячей они попустили уже, но, тем не менее, очень крепко, очень слаженно, подвижно. Очень активно, да. Вопрос в том, насколько сил будет хватать вот с таким темпом игры в бароне. Но это начался зон, а силы неверно пока должны быть. Как они играли на Спартакеаде, то видно было, что хорошо они провели сборы в межсезонье. Потому что действительно команда бежала, команда играла, если я не ошибаюсь. Нет, один овертайм они все-таки играли со звездой как раз, да. Звезда все-таки, они звезде уступили в мяч. Ну и в начале сезона в Кубанье этот, ой, сейчас спасение Виктории, какое классное. И здесь с Бытову зажали в углу, да, они дали ей мяч. Да, Ева молодец, она не стала паниковать, да, она оставила мяч, все правильно сделали. Ну и Ефимкина там в нее хорошо вцепилась, конечно. Да. По поводу, вот, собственно, сейчас Ефимкина передачу делает на Савинова вперед, но не сумела Яна зацепиться, сильно Анна мяч зарядила, конечно. Все, спокойно сейчас вот, да, команда. На статус зона у Кубани уже два матча в чемпионате России были сыграны. Это третья игра с звездой и с лучом. Краснодарки играли дома, звезде уступили 31-36, ну а лучшие во многом ожидаемо победили со счетом 34-24 с разницей в 10 мячей. Давай, 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 давай! А, Лера, обидно, да, Лера не поймалась с первого раза. Ну и тут же пытается отработать, да, Валерия Кутова этот эпизод. Там не поймалась, здесь не дала быстро разыграть. Ну да, отработала назад. 15-12, уже довольно длительное время этот счет держится. Ну как, не так, чтобы очень заметно долго, но на какое-то количество минут замерли цифру на дону. 7 метров. Меняется, смотрите, что происходит. Меняется Виктория Калинина и выходит Анатасия Казменко на 7-метровой. Дает Эдуард Александрович, да, проявить себя молодежи. И очень радостно мне, конечно, за это. Ну посмотрим, как будет действовать Настя. Ей кажется, что едва не зацепилась, но так мощно. Бросала Виктория Жинскайте, что, наверное, немного было возможности за этот мяч зацепиться. Ну, по крайней мере, появлением на площадке Анатасия Казменко отметилась. И мы отметим, что Эдуард Кокшаров доверяет, дает возможность молодому игроку в теле себе показать. О, какой бросок! Ну, это такая коронка тоже Миланы. Сбоку бросок, под шаг. И тут же Шарман отвечает. Но это конец первого тайма. Это, по сути, последняя минута перед перерывом. АТМ такой классный. Команды держат. Быстро, да. Продолжают быстро бежать. 16-14. Два мяча преимущества Ростов-Дона более чем на три. Оторваться пока по ходу первого тайма так всерьез и надолго не удавалось. Ростовчанкам и здесь снова на левый край доводят. 7 метров. 7 метров зарабатывает. Здоровая вода. Она не побоялась, увидела, что защитник стоит. 7 номер против 7 номера Дианы Голуб. Там она как раз... А, нет, здесь уже не Голуб. Против нее Трухина была, да, Ксения? Голуб и Шарман стояли в сторонке и наблюдали за тем, как события развиваются. Стаценко стреляет точно. 10 секунд остается до конца тайма. Сможет ли... Ну вот, 17-14, первый тайм, мы больше 30 мячей за первые 30 минуты кровавого времени увидели. Так, существенно разбежались команды. Мне кажется, второй тайм будет не столь же результативным. Наверное, забросят поменьше, может быть, повнимательнее в обороне, может быть, с меньшей скоростью будет действовать. Но если все продолжится так, как есть, то мы имеем возможность подоблюдать за очень мощной, яркой, интересной игрой. 4-24. Ростов-Дон на втором сезоне сыграл за Суберкубок в Москве. Уступил там ЦСКА. И дублем сыграл в Санкт-Петербурге с дебютантом Суперлиги Балтийский Зарей. Добился победы со счетом 30-25. Сегодня вторая игра нынешнего чемпионата России. Первая домашняя. И ростовчанки ведут в счете после первого тайма с разницей в три мяча. 17-14. Цифры на графике на ваших экранах. Ох, как далеко сейчас вышла Елена. Бое опасно, но риск оправдал. Риск оправдался. Если бы был контакт с игроком, то было бы удаление. Голос прекрасный, женский. Это Майя Петрова. Меня зовут Александр Поровков. А это Елена Николаева. Всем нам хорошо известная по фамилии Уткина. Но четко она в мяч сыграла здесь. Выбила его, по сути, из рук Юрии Моногаровой. 17-14. Таким и остается пока счет. Ой, как здорово обыграла Кристина. На одном, буквально на полуквадратном метре. Самое главное, что сложно с места завершить. Удастся тому шага, но Кристина нашла лазейку. Сделала паузу, увидела поднятую ногу Елены и под нее со скоком ударила. Высокий темп игры в первом тайме мы отмечали. Команды бежали в обе стороны очень стремительно. И Кубань здорово оборонялась. Очень компактно, при этом подвижно и активно. Ростов-Дон. И при этом убегала в отрывы. Действовала в той маниле, в какой Ростов-Дон любит играть. И отыграть в обороне и убежать вперед. Все мы это прекрасно знаем. Ростовчанки атаковали позиционно. Ростовчанки атаковали расставляясь краев и быстрых переходов по всякому. И наиграли на преимущество в три мяча, которая в принципе на протяжении большей части первого тайма сохранялась. И вот эта дистанция 2-3, 2-3 в итоге так на перерыв ушли. Сейчас плюс 4. Виктория Калинина в воротах у Ростов-Дона провела подавляющую часть времени тайма первого. Очень хорошо. Очень здорово, да. С большим количеством спасений. Один раз на 7 метров выходила на все Казменко, которая сегодня вторым вратарем у Ростов-Дона в заявке является. Калина Габисова на трибунах с небольшим повреждением наблюдает за игрой со стороны. По составу тут в принципе все понятно. У Ростов-Дона по позициям. Штанга подавляет Анна Сидина. Все понятно. Все правильно сделала, все хорошо. И что здесь будет с 10 метров. С метром и еще удаление. Сейчас решат. Яна Савинова оказалась на площадке. Не по своей воле. Да, наши игроки оказались. Игорь Калинкова, я так понимаю, получает 2 минуты, по всей видимости. Ну. Ну, видимо, именно за этот момент, да? Потому что мы подумали уже на завершающей, да, старте? Да, я думал, что может быть там и площади ворот, как-то там она оказалась. Но мы видели, что там от 6-метровой линии далеко. И 7 метров в очередной раз здорово исполняет Виктория Женецкатья. На этот раз переигрывает Викторию Калинину. А в концовке первого тайма выходила поспорить с ней. Ну, а пенальти Анастасия Казьменко, братарь Ростов-Дона из молодежной команды. Но уже, можно сказать, что и вполне себе полноценный игрок основного состава. Может быть, не состава стартового, но это не то, как было в сезоне прошлом, когда девчонки из молодежки помогали главной команде. Теперь они на постоянной основе с главной командой тренируются. Да, все верно. И Настю можно видеть на Спартакеаде. Эдуард Александрович выпускал Настю в нескольких играх и давал достаточно много времени, я могу сказать. По полтайму мы видели Настю. И Настя хорошо себя зарекомендовала. Поэтому очень здорово, что даже при небольшом разрыве, как сегодня там 3-4 мяча, мы видим, что выходит... На 7 метров выходит важный момент. С другой стороны, это, мне кажется, оправданно. Почему? Потому что, ну, 30 минут играет Калинина, но нужно, наверное, освежить голову, и, может быть, как раз вратарь на 7 метров выходя команде может и помочь. Да, это то, что касается Насти Казьменко. А также хотела добавить, что также мы увидели юную... Ева Сбытова. Да, это Ева Сбытова. Ну, выходила, заработала Семерик, забила гол и отработала в защите. Ну, в общем, это здорово, что наши дуплеры выходят и играют в такие ответственные моменты, да, для команды. И с сознанием дела, об этом говорит Майя Петрова, не только потому, что очень точно разбирается в гандболе и имеет богатый игровой опыт, а потому, что является тренером молодежной команды. И еще раз об этом отметим, ну, вдруг кто не в курсе. Я думаю, что про начало сезона еще можно об этом напоминать. Майя Петрова, тренер молодежной команды «Ростов-Дом», вместе с Александром Бурмистровым там работает. Александр Бурмистров сегодня помогает Эдуарду Кокшарову на скамейке запасных главной команды. Да, все время, потому что Датьяна Игоревна заболела просто простудой, и сегодня мы ее не увидели. После Питера, кстати, она приехала, да, почувствовала себя не очень хорошо. И поэтому с того времени она еще в стадии выздоровления. Скорейшего выздоровления Дагене Игоревне пожелаем. А здесь у нас спорный эпизод. Эдуард Александрович изумлен. Широко разводит руки. Борельщики «Ростов-Дона» тоже негодуют. Ну да, там речь об удалении двухминутном. «Ростов-Дон» играет в меньшинстве. Ну и здесь Диана Голуб не попала в створ ворот. А мне показалось, это Виктория. Или Виктория, конечно, отпила, да? Да, Виктория, Калинина отпила, фарировала этот мяч. Может быть и так. «Ростов-Дон» в шестером атакует. Вполне ожидаемо. Юлия Моногарова и Кашкина Кожакарь по краям. На полусредних Зеленкова и Бобровникова. В линии Макеева. И в центре. Сейчас не в центре, но вот так-то Сень там располагается. На Сень много об этом говорилось. Все возможные амплуа игровые для себя применяет. Наш универсал. Как тебе Анна Сень в розыгрыше, например. Это тоже такая вещь в себе интересная. Ну, Аня, мне кажется, вполне комфортно себя чувствует на любой задней позиции. То есть, ну, как бы... И на одной передней, скажем так, да. Ну, на угол, я не знаю, мы просто не пробовали, да. Не видели Аню. Не видела ее на тренировках, честно говоря, на углу. Но это и, думаю, не стоит делать. Наверное, она это лучшие специалисты, так скажем. А Аня сзади, да, она также может руководить атакой, да. И вот как раз сейчас она и демонстрирует. Немного, мне кажется, замедлился темп, да, вот в атаке сейчас. Да, прям предполагали, что может так быть в тайме втором. И интересно, это следствие того, что усталость накапливается. Или, может быть, даже и тренерские какие-то просьбы, может, поспокойнее где-то играть. Может быть, и нет. Это мы узнаем только после матча, когда зададим вопросы главным тренером команд. Ну, и вот она, Анна-7. Пробивалась к воротам. Удаление, я так понимаю, что истекло. Грин, его Виктория Калинина появляется в воротах у Ростов-Дона. И ростовчанки шестером, если мы имеем в виду игроков полевых, атакуют. Виктория Зеленкова пошла сама, судя по всему, и будет завершать атаку броском. И здорово как действует. Да, две минуты еще зарабатывают на себе. Трухина отправляется на лавочку отдохнуть. Трухина держала ее за майку. И даже держав вроде бы в своих руках ситуацию, ей помешало Трухиной забросить мяч Екатерине Зеленковой. Это не единственный матч сегодняшней программы сегодняшнего игрового дня. Луч в Москве принимал Балтийскую Зарю. И там счет 30-27. Игра проходила днем. Москвички выиграли. И еще один матч проходил в Ставрополе. Ставрополь принимала Агу Адеев. И там тоже хозяйки площадки оказались сильнее с небольшой разницей. 24-22. Это интересно, потому что Ставрополь и Агу Адеев следующие соперники. Как раз команда сегодня играющих на этой площадке. В гости Красноудунова приедет команда из Майкопа. А Кубань отправится в Ставрополь. И оба этих матча пройдут 23 сентября. В ближайшую 5. Да, я знаю, что судьи в Састрахани даже не будут никуда уезжать. Да и Кубань не будет никуда уезжать. У них такой выезд сдвоенный. Они забрасывают как здорово Владлены Бобровникова. Кубань накануне утром выехала из Краснодара. В полудня, насколько я знаю, прибыли в Ростов-на-Дону. Здесь заселились, потренировались. Сегодня играют с Ростов-на-Доном. И далее отправляются в Ставрополь. И там будут биться в Ставрополь. Шамман как здорово бросает. Сейчас зарядила так зарядила. И в пустые ворота прилетает мяч. Маня хорошо видит, да, те вот Маням мяч? Как раз когда меньше игроков. Кстати, по поводу Юлии Моногаровой вспомнил я наш дискурс в первом тайме по поводу игроков сборной. Мы сказали, что четверо отправляются. Екатерина Зеленкова, Кристина Кожакарь, Милан Таженова и назвали Юлию Моногарова. Так нет, Юлия Моногарова, а Дарья Стаценко. А, Дарья Стаценко. В шуме я расслышал, что Майя предположила, что Юлия Моногарова. И сам согласился с этим, потому что, а как без Моногарова? Кто же еще, если не она? Но на самом деле нет. Дарья Стаценко четвертый игрок Ростов-Дона, который отправляется в национальную сборную. И с понедельника будет в Новогорск готовиться к матчам товарищеским со сборной Беларуси. Ну, а из Кубани туда отправятся все шапки. 22-19, что ты не делай. А эти плюс-3, они заколдованы, держатся на протяжении большей части тайма первого. И теперь уже перекочевывают с тайм второй. Что сейчас было такое? Три минуты, но там прихватило, да, действительно, четырнадцатый номер. И этот снова Трухина? Нет, это четырнадцатый номер. Четырнадцатый номер, да, это Валерия Сапкала, а не Круйной. А, ну, что-то Лера Сапкала, я ее не узнала. Да, видите, оставила она на Крисине руки. Крисина показала, что... Крюлена Валерия и показывает, что руки там, вот они. Но удаление есть удаление. Пока результативными действиями Валерия Сапкала в этой встрече не отвечалось, но удаление успело заработать. Ну, и по минутам, да, вот три удаления было у Кубани, два у Ростовдона. Что еще? Еще две минуты. Подняты пальцы вверх. И сейчас обратно сжаты в кулак. Что за решение последует с индийского столика? Валерия Сапкала была удалена. Это мы все увидели и все примерно понимаем, почему. А вот что еще случилось в этой встрече, остается загадкой, что стало причиной долгих разграбельств. Ростовдон атакует в большинстве. И вот так Трухина встречает Бобровникову, зная, что их на одну меньше. А здесь, пожалуйста, ближняя Юлия Моногарова. Хорошо Влада видит угла. Переводит Дадамя через всю площадку. Юлия! Ну и обратим внимание, что против Юлии Моногарова играла Юлиана Скнарь. И, по-моему, в первом тайме она не выходила. Мы отмечали Николаеву, Елену Николаеву, она же Уткина. Ирина Михайлюта также в распоряжении. Да, она Михайлюта. Да, есть у Дениса Ахулина, и она была. И вот сейчас Юлиана Скнарь, третий вратарь Кубани. У Кубани в заявке 16 человек, 13 полевых, трое вратарей. У Ростов-Дона 14, заявка неполная. Соответственно, 12 полевых и два вратаря. И Екатерина Зеленкова здорово бросает. Ну, похоже, что Ростов-Дон сумел воспользоваться численным преимуществом, превратив его в преимущество на табло. Да, мы видим, что сейчас у нас плюс пять. Два вратаря, трех мячей разницы. Да, пока что удается от нее уйти, благодаря тому, что Ростов-Дон сыграл в большинстве очень эффективно. И сейчас давайте сделаем паузу небольшую и посмотрим, может быть, за тайм-аутом, а может быть, за чем-то еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас мы видим, что мы, Александр, видим? Да, ну давайте помолчим, а потом расскажем, что же происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное в этой сцене, что она сказала «Да!» Это Алексей Васильев, хорошо известный всем поклонникам гонбольного клуба «Ростов-Дон», герой рубрики «Суперфан». Суперфан, человек, который всего себя отдает поддержке родного клуба. С прекрасной девушкой Натальей познакомился на гонболе и сегодня сделал ей предложение. Ну, где же еще? Во дворце спорта? И она ответила «Да». Представляете, что делает гонбольный? Да. Объединяет сердца. Поздравляем ребят с предстоящей свадьбой, по всей видимости. И возвращаемся на площадку 24.19. Ростов-Дон по-прежнему ведет с преимуществом в пять мячей уже. Кубань в полном составе. Место воротов Юриана Скнарь занимает. Руку подняли и буквально сейчас, думаю, остался всего лишь один пас. Руку подняли и напоминаем, что это не шесть передач. Теперь это четыре передачи. Что-то снова выясняют. Не прекращаются дебаты вокруг судейского столика, судейской бригады и делегата матча. Напомню, что Максим Герасимов и Дмитрий Слащев из Астрах, они обслуживают эту встречу. Технический делегат ФГР Александр Приемко из Балашихи. Ну, а это был Александр Бурмистров. Скорее всего, рано выбежал, наверное, удаленный игрок. Перед этим было удаление? Но было удаление, и вместо удаленной Сапкала появилась в воротах Юлиана Скнарь. Ну, я, по крайней мере, видел, как... Ну, вот она сейчас в воротах и находится. У Кубани остается закатом. Я поняла, что Александр Владимирович Бурмистров... Посчитал игроков и насчитал нарушение численного состава. Что-то да, потому что именно он подошел к судейскому столику и... Но Кубани атаковала в шестером. Игроков Кубани было шестеро. Ну, минимум, Скнарь выбежал немного раньше, чем завершилось удаление. Ну, это наше предположение. Да, может быть, все может быть совсем не так. Но не могло бы быть нарушение замены, когда игрок выскочил раньше, чем игрок ушел с площадки, потому что не было никакой замены, да? То есть Скнарь выходила вместо игрока удаленного. Да. Можно было бы за... Да, что неправильно какая-то замена. За усиком, когда мы называем, в определенном месте должны меняться игроки. Снова работает большинство, доводит до Юлии Моногаровой. И снова это дело... Снова работает то, что работает, доводит до Моногаровой, и она забрасывает... Почему нет? Почему, если первый раз можно было забраться, почему этим не воспользоваться? Ну, и угол другой, да? Обратите внимание, что в прошлый раз Моногарова бросала ближний, теперь она... Ну, завершение, да, другое от Юлии Моногаровой. А именно комбинация... Комбинация, да, абсолютно похожа, да. И вот как раз-то он обороняется. Юлия Моногарова выскакивает вперед на Жилинскайте, и персонально, я так понимаю, с Викторией сейчас действует. Сейчас вообще видим четверо, да, в Кубани полевых игрока. Да. Михалюту не меняют. Вратарь остался на поле. Но, тем не менее, бросок... До броска навели, но... Да, навели, но... И сейчас обороняться, конечно, будет очень тяжело, имея на два игрока меньше, и... Зеленкова с такой паузой сейчас вот посмотрим, да? Уже теряя равновесие, толкал ее Виктория Жилинскайте, но забивает она. Все равно забивает, да, тем более она же уже взлетела. В падении. Да, в падении, так. И Дарья Стаценко там разминается, готовится выйти на площадку, что-то нам в атаке показать, обороняется Растоптон без нее. Гафонова сейчас появляется, вот сейчас интересно было, да, Трухина собиралась побежать на площадку, ее придержал Денис Айфулин рукой, и вышла Мария Гафонова. Ну да, это два линейных, да? Да, 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 в то и дело. А, Гафонова, но все-таки... И теперь Кубань в полном составе. Она сейчас шавман попадает в штангу. Хороший бросок. И, по-моему, это первый бросок, который она не забросила сегодня. У нее до этого была стопроцентная результативность, если не ошибаюсь. Так, хорошо проводит она этот матч. Действительно, она выросла в лидера Кубани. Ну а до этого воспитывалась в клубной системе Ростов-Дона, играла за молодежку. Потом уехала в Краснодар и вот так себя теперь проявляет. Эффективность бросков Ростов-Дона сегодня, конечно, заметно выше, чем у Кубани. И 51%, 19% мы видим заброшенных. Ну, то есть, по сути, если бы залетало все, то было бы 38% у Кубани. Но этого мы не наблюдаем. А это все благодаря действиям в воротах у Виктории Калининой. Да, конечно. Ой, а почему же Дарья не пошла? Ну, прям подчеркнуто сделала она передачу. И как будто бы в реверансе отступилась, сделав пас на Кристину Кожакарь. И Кристина над головой у браталя Ирина Михайловна, конечно, не могла с этим броском. Ничего поделать. Да, хорошо наше преимущество сделали, да? Да, 27-19, уже плюс 8. Это при том, что мы отмечали эти плюс 3, которые тянулись, но... Пошли удаление у Кубани. Да, как раз-таки вот плюс 5 возникли после удаления одного. Когда Ростов-Дон забросил два мяча, а затем двойное удаление. И, собственно, вот этот промежуток в середине второго тайма сыграл Ростовченко, но откровенно на руку. И плюс 8 теперь гораздо комфортнее. А Кубани надо возвращаться в игру, которая, как казалось, давалась. Костя, вот что творили. Как войдет. Ну, давайте смотреть повтор. Это было что-то невероятное. Вика молодец. Вот здесь же Минская-то притормозила атаку Ростов-Дона. Здесь Савинова, да, бросает и мяч. Вот он, да, вроде бы отбила Виктория. В ворота он летит и достает его она оттуда. Да, поборолась до конца, да, потому что, возможно, можно было подумать, что он уже в воротах, в воздухе, но... Не стала наблюдать дальше за игру. Не стала думать, да, а Эдина сыграла. Виолетта Голец забрасывает, у Ростов-Дона появляется Дарья Стоценко. Мы говорили о том, что она готовится выйти. И еще справа сейчас за кадром Екатерина Левша меняет Юлию Моногарову. Вот она как раз Екатерина к центру подорвалась и обратно возвращается на край. Да, также мы сейчас видим со своей комментаторской напимкой, как Валерия Кутова тоже готовится войти в игру. Ну, я думаю, что некоторые успели разглядеть классный маникюр у Ярослава Фроловой. Сейчас она так... Ну, да, пожалуйста, вот смотрим еще раз. Это только вот в такой межконтбольный период можно себе такую красоту позволить. Да, такие длинные ногти, да. Да, только за площадку. Ну, какие-то должны же быть плюсы своей прелести у периода, когда ты не можешь играть, тренироваться. Диана Голуб здорово завершает быструю атаку, да. Преимущество для шести мячей. Ой-ой-ой. Прямые руки, две минуты, конечно. И для Ксении Петрухино это второе, как минимум, я так понимаю, да, удаление? Ну, второе, да, по всей видимости. Если бы было третье... Ну, мы бы увидели красную карточку, да. И тоже, ну, для болельщиков Кубани, наверное, вертится на языке вот фраза «не вовремя». Ну, все же не вовремя, да. Вроде бы Кубань стала возвращаться в игру, вроде бы и забросили, подсократили. И, пожалуйста, еще одно удаление. Дарья Саценко тут же отвечает на нарушение правил мощным точным броском. Но и все равно Кубань не сдается. Кубань идет вперед. И вот так индивидуально, да, хорошо, здорово. Именинница Алина Морозова. Сегодня день рождения у нее. Поздравляем. Да, поздравляем ее еще раз. И поздравляем с заброшенным мячом. Мяч действительно хороший. Да, да, это ее первый мяч. Будет ли? Да. Да, и вот где оказывается Яна Савинова? Яна Савинова оказывается в линии, да. Да. Она вошла, она во время контратаки. И ее увидела Анастасия Шамман. Шамман, да. Вот прям... Втроем, да, практически. Настя, конечно... Ой, Гарри ее увидела. Я хотел сказать, что всем своим видом Яна показывала. Давай. Что она там, что она готова принять, развернуться, бросить, как заправский линейный игрок. Тайм-аут еще один. Один Эдуард Кокшаров собирает команду вокруг себя. Не услышали мы, пожалуй, ничего не сказанного в этом небольшом перерыве. Ну, это, я думаю, еще такой тайм-аут, чтобы всех подуспокоить и темп сбить, да, потому что по счету Ростов-Дон кажется, что положение дел контролируют, а между тем Кубань разогналась. И 28-23, плюс 5. Не сдают, не сдаются девчонки, их подводят только то, что они, когда оказываются в меньшинстве, да, они... Тогда преимущество растет нашей команды. А так, потом они пытаются сократить тогда численное равенство на площадке. То мы видим равную игру. И Ростов-Дон при этом в большинстве сейчас по-прежнему напомним, что Ксения Трухина была удалена на 2 минуты за нарушение правил против как раз вот Дарьи Стоценко, которая забрасывает еще один мяч. Лера Кутова во время тайм-аута поменялась, вышла на площадку вместо Ксении Макеевой. И в центре обороны вместе с Анной Сеней она сейчас располагается. Все, Кубань в полном составе. Пока с пустыми морозами, а вот сейчас уже совсем скоро будет в полном, 5 секунд. 2 минуты. 2 минуты. Для кого? Для Валерии Гутовой. Да, так и есть. Осваивается Валерия Гутова в Ростов-Дону в российском чемпионате. До этого выступала в родной Белоруссии, ездила в Южную Корею и после этого вернулась, ну не вернулась, а переехала в Ростов-Дону в Россию, поближе к Белоруссии. И более понятно ей, скажем так, да, мир, окружение и все остальное, язык родной, да и все очень схоже. Нет сильно такой контраста, как с Южной Кореей. О том, как, собственно, в Южной Корее ездилось, Валерия рассказывала в интервью и еще, по-моему, будучи там, были эти интервью, выходили и уже после переезда в Ростов-Дону тоже кто. Да, пресс-медиа наша активно эти видео пользовалась этим видео, да, показывала. Да, поищите, посмотрите, послушайте, как там я, Валерия... Да, кстати, очень интересно на самом деле, да, все-таки Корея это совсем другая страна и было, ну, интересно понаблюдать, да, за жизнью гонбалисток в этой стране через... Ну, да, благодаря Валерии Гутовой, да, Гуга рассказывает нам, рассказывала, как там все устроено. По атаке Ростов-Дон в меньшинстве с пустыми воротами, 29-24. Смотри, как высоко выходят сейчас вторые. Да, 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 как раз выскакивают, подрываются на игроков задней линии и... Ну, и это срабатывает вот сейчас, да, по сути дела, за счет вот таких выходов вперед Кубань, во-первых, нивелирует опасность, во-вторых, добивается быстрого перехода и броска в пустые ворота. Ну, видно, что команда играет через защиту, за счет защиты и пытается после этого, как бы, от своей защиты реализовать... Убежать и забросить, да. Да, убежать через контратаку. Ирина Михайлютов в ворота по Кубани, у Ростов-Дона в ворота по-прежнему пусты, но скоро там появится Виктория Калинина, по всей видимости. Вот теперь уже в полном составе Ростов-Дон, слышим мы объявление и видим, что обратный отсчет удаления исчез. 29-25, плюс 4 и, по сути, к тем плюс 3, которые были по итогам тайма первого, Кубань почти вернулась. Завтра так было Ксюши Макеевой, а здесь Диана Голуб. И это о чем говорит? Потому что сейчас по 29-26, то есть, по сути, команды второй тайм играют с равным счетом. Второй тайм играет в ничью. Да, не знаются в Кубань, мы уже об этом говорили. 159-е южное дерби. Милан Таженова разминается, готовится выйти на площадку. Интересный, конечно, чемпионат нас в этом году ждет. Все совсем по-другому. Команд стало больше ровно на одну. Новичков двое. Балтийская Заря и Феникс. Нет Уфы Алиса, которая играла в прошлом году в Суперлиге. Да, Феникс уже преподнес сюрприз. Они сыграли в ничью с Динамо. Я с замиранием сердца жду матчу домашнего с Фениксом, когда нам придется его комментировать и объявлять составы. И готовиться к тому, чтобы произносить мамилии китайских игроков. Да, но это ваша участь. Снова возьму ее для себя. Хорошо. Достается Екатерине Зеленковой. И что? Ксения Трухина получает снова две минуты и красную карточку. Вследствие третьего удаления в этом матче не задалась игра у Ксюши. На левый край у Кубани выходит Лебедева Анжелика. Да, появляется на площадке. Не было ее прежде. Выходила она? В первом тайме она выходила. Тоже в концовке, но она была. Не отличилась она голом. Посмотрим, как сейчас вступит в игру Анжелика. Воспитанница Волгоградского Динамо. Хорошее завершение. Ксения Трухина расстроена. Она специально отведена для удаленных игроков в месте. Отдельно сама наблюдает за завершением этой встречи. И продолжаются дебаты вокруг. Действова в Става и Кубани. Да, много. Возобновляется игра. Побежали секунды на хронометре, на табло и на графике нашей традиционной. Диана Савинова, на Диану Голубь. Шавман Савинова. Ну, ворота пустые. Вика будет. Вика будет. Вика попадает. Да, забрасывает через всю площадку Виктория Калинина. Хорошо, Виктория Калинина, безусловно. Но здорово сработал блок. Анна Сень, да. Именно это. Морозова пошла на бросок и, ну, не знаю, это может быть мои субъективные ощущения, но мне казалось, что сейчас она не пробьет, потому что так надежно там стояли Сень с Макеевой. И так и случилось. В итоге Калинина мяч подбирает и через всю площадку его спокойно забрасывает. Неправильно за основан фиксирует судья. Не спешит Екатерина Зеленкова. Все правильно делает, потому что мы, наша команда в большинстве. И вот, пожалуйста, Анастасия Казьменко появляется на площадке за пять с небольшим минут до конца основного времени и при преимуществе в пять мячей. Да, не видели мы сегодня только Алину Решетникову на поле. Да, из всех, кто в заявку растут в Донова, по сути, другая, она одна и осталась. Ну и опять же время есть, может быть, появится еще в концовке. Вот как раз Анжелики Лебедевой доводит и говорил Майя Петрова о завершении хорошем. Хорошее завершение мы сейчас ее видели. Хороший прыжок, да, демонстрирует Анжелика. Пауза. Хорошо выигрывает угол. Ну, это сейчас что-то было из относительно недавнего соперничества в молодежных лигах нашей страны. Лебедева против Решетниковой. А здесь еще не так просто. То есть, что и замена-то не просто ради того, чтобы поиграть дать, да? Я так понимаю, что Виктория Калинина и там помощь Александр Матич оказывает. Ага, Саша Матич сейчас возле Вики. Пять голов, пять бросков. Как здорово проводит эту игру Дарья Стеценко. Хорошая статистика, да, у Даши. Для игрока задней линии, который может стрелять и стрелять и позволять себе промахиваться. Дарья, собственно, без промаха пока что играет. И вот сейчас нам разбрасывать снова. Ну, пошли легкие голы у Ростов-Доно. Я посмотрела на Казакари, она же поделилась с ней в одной из предыдущих атак. Но буквально в смысле на ровном месте, да. Ну, и здесь Кристина в сопровождении соперника сбежала. Тут тоже, наверное, все логично. Зачем давать игроку на ходу, рядом с которым соперник. Если ты одна, и ворот впереди пустые. В полном составе Кубани. И думал я, доведут ли до края. А край-то был пустой, потому что туда никто ничего не доводил. А сейчас как раз там появляется Анжелика Лебедева. Как сейчас красиво все было. Сыграли, но, скорее всего, заступила. Ну, по всей видимости, так и есть, да. Ну, не знаю, мне кажется, и передача была до приземления, да. Я тоже не понимаю, почему. И бросок был до приземления, правильно? У меня она голод поступила за линию, но не увидели мы. С нашего ракурса никак не видно. Возможно, судим уверенно виднее. Катя Левша завершает эту комбинацию. Первый ее гол. И плюс семь за, ну, чуть меньше, чем две минуты до конца встречи. Ростудон уверенно побеждает пока. Хотя совсем недавно счет был плюс три. И, собственно, команды почти вровень шли. Почти с поправкой на то, что преимущество три мяча было Ростудоном в тайме первом. И по итогам тайма первого, и, по сути, плюс три в тайме втором означает, что команды играют этот второй тайм в ничью. Ну, и теперь уже снова плюс семь. Много удалений, видим, в этой игре. Да, удалений все время мало. Да, удаление Дарьи Скаценко для Дарьи Скаценко. Это ее первое удаление в сегодняшнем матче. Напомню, что Ксения Трухина, например, находится на кресле, да, или стуле, как правильно назвать этот предмет мебели для удаленных игроков. Получила она красную карточку после трех удалений. И Кубань может пустые ворота забрасывать, не только Ростудон. Да, Настя Шабана увидела, сейчас сориентировалась, то, что после потери пустые ворота. Ну, это говорит о том, как она заряжена на эту игру, да. Вот она видит ворота, видит мяч, видит все перед собой. И действительно, сегодня... Восемь мячей у Настя. Восемь мячей забросила, да. Пожалуй, лучшая в составе своей команды. Ну, и Зеленкова, конечно, тоже соперниц не щадит. Стреляет один за одним. И Перекладина, и вот снова Шахман. Снова, да, Настя атаковала. Хороший бросок, но попадает в штангу. Это второй ее промах, и оба промаха приходятся на каркас ворот. Было, что она в штангу попала, сейчас Перекладина получается. Ну, и совсем немного времени до конца матча. Галина Габбисова в порядке, улыбается и машет. Зал встает. Последняя минута. Да, в предвкушении первой победы домашний Ростов-Дона в этом сезоне. Здесь, во дворце спорта, и... О, шах, Кристина Кадлакай. Красивую концовочку, да, мы сегодня увидели. Очень классная концовка и классный счет. И сколько мячей команды забросили на двоих? 36-29, да. Процентов не последняя, это уж точно в этом сезоне. А сколько их будет, узнаем по ходу чемпионата. Ростов-Дон намерен свое золото отстаивать и оставлять здесь, в Ростов-Дону. Ростов-Дон поздравляем, выделяем у Ростов-Дона кого? Да, Еснаценко здорово сыграла, Екатерина Зеленкова здорово сыграла, Виктория Калинина, да, собственно, все. Вначале, да, Анна Сень, да, мы увидели сколько бросков. Да, Анна Сень, да. Да, Анна, она взяла на себя пальму первых, первые 15 минут. Ну и Анна Сья Шамман была хороша, мы с нами в Кубани. Ну и также хочется ответить дебют. Да.